Мы очень часто слышим, у меня есть команда, мы команда, иногда с сарказмом, иногда без сарказма. Главный вопрос в том, зачем каждому человеку нужна та команда, в которой он так или иначе состоит, что-то делает, хочет делать, сделал уже. И понимать, что я делаю здесь, ради чего мы все здесь собрались, чрезвычайно важно. У каждого есть свои цели, свои задачи, которые он преследует. И очень важно, чтобы цели каждого человека, каждого члена команды, они совпадали с целями команды в целом. Это не должна быть обязательно одна и та же цель, но они должны идти как-то параллельно в одной теме. То есть если я хочу завоевать мир, а моя команда переводит бабушек через дорогу, то боюсь, что нам не по пути. И каждый человек, вступая в то или иное сообщество, в то или иное команду, должен понимать, чего хочет он, и насколько его работа в команде, в этой конкретной, будет приводить его к его цели. И довольно сложно осознать, а чего же хочу я, собственно, сам. В команде в этом плане проще, потому что люди собираются уже по какому-то формальному признаку, потому что вроде как все они чего-то хотят. Скорее всего, они хотят совершенно не этого, но понимать важно. И у каждого человека есть та стадия развития, на которой он сейчас находится, или в данной конкретной команде. Чего ему хочется? Развлекаться, усиленно работать, прокачивать свои компетенции, или вести команду в достижении результата, или наоборот, поддерживать, просто поддерживать позитивный настрой в команде, позитивную атмосферу. Команде такие люди нужны. Каждый человек из того, что я сейчас перечислила, нужен команде. Просто надо понимать, а кто я, кто ты. И тогда, и только тогда, когда есть понимание, что нужно команде, и что я могу для этого сделать, и хочу ли я это делать, что тоже важно. Потому что очень часто человек, ну вроде как, да, ну вот, я хочу в этой команде работать. За этим хочу ничего не стоит. Если вот это только формальный признак работы в команде, то не надо. Надо уходить. Потому что толку не будет. Будет плохо и самому человеку, и команда результата тоже не добьется. Потому что деструктив, который человек будет вносить в работу команды, будет команда в лучшем случае просто тормозить, а в худшем случае отдалять от результата. Что нужно сделать, чтобы понять, что же я здесь делаю? Да, это банально, но всей командой обсудить. И прежде чем приступать к каким-то конкретным действиям, к созданию планов действия, понять, что каждый из вас, членов пока еще группы, а не команды, здесь, грубо говоря, забыл. И только после этого делать план действий. Создавать модели, реализации ваших идей, искать ресурсы дополнительные. Только после того, как вы на 100% понимаете, что все собрались не просто так. Независимо от того, коммерческий проект, некоммерческий проект, даже если вы спортивная команда, тем более, если вы спортивная команда. И хорошо, когда вы все понимаете, ради чего вы друг с другом работаете, когда вы себя поддерживаете в этом, когда каждый чувствует свою причастность. Потому что одна из потребностей человека – это быть причастным к какому-то обществу, сообществу, чтобы его там любили, признавали, считались его мнением. И если человек не чувствует, что в команде его признают, любят, считаются его мнением, то либо нужно что-то менять, если человеку хочется в этой команде оставаться, либо просто расходиться. Всегда понимайте, что вы здесь делаете в каждый момент.